У сельчан из деревни Саволевка Гродницкого района другая головная боль. Они в прямом смысле оказались заложниками цивилизации. Большинство жителей работают в местном хозяйстве. Несколько лет назад зарплату начали получать не наличными в бухгалтерии, а на карточке. Но с тех пор проблемы и начались. В деревенском магазине терминала как не было, так и нет. И банкомата тоже. В общем, приходится людям, чтобы купить самое необходимое, ездить, снимать деньги в соседний агрогородок. О технологиях вразрез со здравым смыслом. Репортаж Надежды Завиновской. Когда приезжие дачники спрашивают, а что вообще негде снять деньги, жители Саволевки разводят руками. И хотели бы быть современными, да не получается. Деревня всего в 20 километрах от Гродно. А оказалось, по факту, на краю света. Пластик здесь вещь бесполезная, в ходу только наличные. Несмотря на то, что несколько лет назад зарплату работникам хозяйства стали перечислять только на карты. Местный магазин же перестроиться так и не смог. По-прежнему принимает лишь монеты и купюры. Ну, ездить в магазин, что в Обухово, кто и угромно ездить, маршрутками ходить. До этого самого Обухова 5 километров пути. Зато свой банкомат и почта. Вроде как и не расстояние для тех, кто на машине. Но пешком из Саволевки мало кто доходит. Разве что велосипед выручает. Снимут деньги и назад, в свой магазин. Местные уже шутят, повезло только саволевским пенсионерам. У них-то выплаты приносят наличными и даже на дом. Не скажу, что всегда требуют терминал. Но случается, случается по несколько раз в день. И, ну, как бы было бы, конечно, неплохо, если бы был терминал. Как бы в любом магазине сейчас есть терминал. Конечно, удобно было бы и для самой. Потому что, естественно, я в своем магазине тоже покупатель. Магазин пользуется популярностью. Это центр местной жизни. Но за каждодневными мелочами стараются даже с крупными купюрами не ходить. Вдруг сдачи не будет. Хотя и деревня не маленькая. Постоянно в Саволевке живет около 180 человек. Летом, когда из городов съезжаются дачники и внуки, деревня вырастает почти вдвое. И если местные привыкли, то для приезжих такая ситуация с карточками действительно сюрприз. Не всегда получается съездить в Абухово, деньги снять. А магазин под боком. Зачем ехать туда, отдавать деньги? Там есть все, можно купить здесь. Владельцы сети магазинов, говорят, сами оказались заложниками ситуации. Еще в январе подали заявку в процессинговый центр. Но уже март на исходе, а техники все нет. Дополнительный товарооборот, доходы, удобства для покупателей. В регионе стоит глобальная задача оборудовать все сельские магазины банковскими терминалами. Но Саволевка, получается, уже пару лет как не поднимается в этом списке. На сегодняшний день, со слов представителей банковского процессингового центра, ввиду их занятости по замене терминального оборудования на бесконтактное, обещают нам в кратчайшие сроки, 21-22 марта, установить в данном населенном пункте терминальное оборудование. Терминал в магазине очень ждут. Обещают, повесят большое рекламное объявление в расчете на рост числа покупателей. Будет чем к лету обрадовать дачников. Хорошо будет и банкомату в Абухово. Меньше людей, меньше нагрузка, реже будет ломаться. Считают, сколько уже сэкономят и местные жители, когда отпадет необходимость за наличными еще и ехать за 3-9 земель. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродненская область.